всем привет с вами саша добро пожаловать на мой канал наконец-то кстати его создала столько было переживаний и моральной подготовки вы себе представить не можете но сейчас не об этом сегодня в этом видео я вам расскажу свой личный топ книг для изучения английского языка по которым собственно я сама сейчас занимаюсь я знаю что многие из вас только начинают раскачиваться в плане изучения английского языка и вы скорее всего задаетесь вопросом а какой же все-таки учебник лучше выбрать для более продуктивного изучения английского языка я думаю самое время приступить к нашему мини обзору поехали каушанская грамматика английского языка не просто так именно это пособие стоит на первом месте в моем топе она является одним из самых лучших учебников по грамматике которые были изданы за последние 50 лет сама книга состоит из двух разделов это синтаксис и морфология там все детально описано и информация подается максимально структурировано а самое последнее издание составлено с учетом различных изменений в грамматике английского языка поэтому не волнуйтесь вы будете учить самый наиболее свеженький английский который только есть следующая книга это аракен практический курс английского языка на самом деле эта серия комплексных учебников основная цель которых это улучшение навыков устной и письменной речи и если мы будем сравнивать первый и пятый курс то мы заметим то что у нас все меньше информации и все больше практики в этой книге есть информация и по фонетике и по грамматике есть упражнение на отработку данной книги информации есть и топики которые можно почитать то есть это прям такой сборник у меня есть прям целая коллекция с 1 по 5 курс ну я не могу сейчас вам показать потому что эти книги задействованы сейчас моей творческой работе одна из них поддерживаю сейчас телефон так как штатив не актуален на данный момент и так что у нас дальше на третьем месте у меня соколова где-то здесь она должна появиться у меня к сожалению нет этой книги так как сейчас ее нет в продаже я обшарила весь интернет в поисках этой книги потому что я считаю то что это самое лучшее издание по фонетике я искала в интернете но все что мне могли предложить это фотографии этой книги и подпись внизу нет в наличии к счастью у меня есть электронная версия этой книги и ну пусть будет так хотя бы всяко лучше чем ничего книга представляет собой курс фонетики английского языка и ее цель это формирование навыков правильного произношения английского языка и профориентации студентов в дальнейшем состоит из теоретической и практической части сначала мы изучаем основные моменты теории фонетики а затем на упражнениях мы закрепляем и усваиваем материал 3 эти учебника помогут вам более комплексное и углубленно изучить английский язык с различных ракурсов ну конечно же я топлю за приятное изучение английского языка и поэтому я вам советую смотреть свои любимые фильмы и сериалы в оригинале таким образом вы увеличите свой словарный запас и будете знать намного больше слов некоторые из них вы можете найти в свободном доступе в интернете а некоторые только по подписке лично я советую всем кто не спросит купить подписку на aurora tv очень часто у них бывают акции и я сама лично купила месяц назад два месяца по цене одного и того у меня вышло 150 рублей за месяц если сравнивать с какими-либо другими сервисами такими как netflix то на netflix и один бесплатный месяц пробный затем вы можете просто отписаться и хотя бы понять что представляет собой этот сервис но затем ежемесячно вы будете платить 700 рублей что-то где-то в этом районе для меня это очень дорого так как я использую несколько других приложений за которые мне тоже нужно платить и поэтому aurora для меня это максимально выгодный вариант в соотношении цена и качество тому же там есть кликабельная строка субтитров и это мне прям безумно нравится потому что в любой момент вы можете навести курсор на абсолютно любое слово и вам автоматически покажут его перевод затем вы можете добавить это слово в свой словарь для дальнейшего изучения это прям супер а в остальном приятность процесса изучения английского языка зависит от вашей мотивированности и насколько вы хотите сделать этот процесс проще это все что я хотела вам рассказать на сегодня ну а от себя я бы хотела попросить немного обратной связи так как это максимально важно на данном этапе развития моего канала поэтому если вы хотите поддержать меня ставьте лайк пишите в комментариях темы которые бы вы хотели рассмотреть следующих моих видео и конечно же подписывайтесь на канал чтобы не потеряться ну а мы с вами увидимся в следующем видео и пока пока а в остальном приятность самого процесса изучения английского языка зависит от вашей за мотивирована за мотивированности возможно кто-то из нас не знаком с этой терминологии поэтому я все объясняю книга создает создает сама книга создает да почему создает почему